Привет, друзья! Ну, следующий обзор с выставки в Штутгарте. Это Adria Alte 492LU. Значит, на входе попадаем сразу в столовую группу. Она п-образная. Видите, тут диванчик, правда, узенький, но все-таки сидеть там можно. Детки там спокойно могут располагаться. По периметру традиционные шкафы, но в таком, знаете, в адресском стиле лофт. Ну, лофт не в смысле, все совсем как-то убого и аскетично, а вот просто спрятанная фурнитура. Но, тем не менее, все это приятно открывается и закрывается. Подсветка, держатель для телевизора, USB-розетки, выход для антенны, 220, обогрев воды, 220, ящик. Собственно, система отопления трума. Стол, соответственно, трансформируется, делается здесь полуторная кровать. Вот, двигаемся дальше. Здесь кухня без изысков, ну, ящики с доводчиками, приятно открываются, закрываются. Здесь у нас будет три комфорки, пьезо-поджигом, рабочая поверхность освещается светодиодной лентой, большие ящики для хранения кухонных принадлежностей. Дальше, по левому борту мы попадаем в санузел. Система аналогичная, как и в прицепе Adria Action, ну, может быть, чуть пошире здесь. Душ, умывальник с большим шкафчиком, кстати, для малых принадлежностей, и биотуалет. Все, как мы любим. И дальше, наверное, отличие главное этого прицепа, что здесь можно разложить полноценную, вот, огромную кровать. А вы уж там, как хотите, ложитесь вдоль, поперек, на ваше усмотрение. Можно убрать среднюю часть, вот эту, и сделать, допустим, две раздельные кровати, если вам кого-то нужно положить отдельным. Вот, ну, там будет тумбочка еще для обуви. Здесь у нас, соответственно, открываются шкафы, гардероб. По периметру наверху везде шкафчики, их много, есть куда сложить вещи. Полка. Ну, и здесь, я так полагаю, тоже будет у нас гардероб. Да? Все верно? Знаете, интересная такая история с интересным дизайном. Вот цвет классный, кстати. Смотрится очень вкусно, я бы так сказал. Как тут скажут, зачем вот эти какие-то лишние поверхности. Ну, знаете, это вот, вот так они видят этот дизайн. Смотрится, на мой взгляд, очень хорошо. Ну, видите, этот стол на телескопической ноге, ну, под сиденьями традиционно мы увидим дополнительные места для хранения. Вот. Слева и с правой стороны у нас будут ящики. Вот. А под этим ящиком, как раз находится бойлер отопления воды. Ну, собственно, спальня напоследок расскажу, что закрывается на гармошку, если это необходимо. Ну, и тут, если вдруг есть необходимость, можно закрыть одну половинку двери снизу, а другую не закрывать, а закрыть на антимоскитную сетку. Вот интересная штука, медиа-центр от Adria. Сюда можно подключить ваш плеер, и звук с него пойдет на вот эти колонки, расположенные по углам столовой группы. Интересно попробовать, но сейчас-то не получится. По-моему, он выключен просто.